всех приветствует отвертка канал домашнего мастера и наш партнер сайта xbt.com и так сегодня очень интересная тема почему смартфон долго заряжается давайте вместе с сайтом xbt.com рассмотрим 8 самых популярных причин и так вы заметили что ваш смартфон стал медленно заряжаться почему так происходит ведь гаджет в принципе может быть даже и не старая а емкость аккумулятора тает на глазах смартфон заряжается например всю ночь а уровень добрался лишь до середины давайте вот в этом видео и как раз рассмотрим 8 типичных причин следствие которых возникают проблемы с медленной зарядкой аккумулятора и так поехали итак первое моральное устаревание смартфона возможно конечно я ошибаюсь но раньше делали смартфоны более качественные и они могли проработать на родном аккумуляторе значительно дольше скорее всего это связано с устройством самого гаджета ведь телефоны были кнопочные и значительно меньше потребляли электроэнергии а значит и заряжать их требовалось гораздо реже вот к примеру некоторые аппараты nokia например 1100 они заряжались раз в неделю при активном использовании как ни странно а вот современные гаджеты приходится заряжать каждый день бывает даже и по чаще это бывает мой аппарат me max 1 ну конечно при моем стиле эксплуатации я его заряжаю раз три дня и так при постоянном использовании смартфона происходит его деградация аккумулятора и самого смартфона по любому и устройство в целом от перегрева ударов переохлаждения каких-либо перегрузок по мощности и так далее в этом случае поможет только обновление самого гаджета на более современной съемки аккумуляторами поддержкой быстрой зарядки ну знаете наш канал не очень-то любит быструю зарядку ну вот как то так до современные гаджеты уже не смогут прожить долгую счастливую жизнь длиной в пять или более лет и скорее всего с ними придется распрощаться уже на второй третий год использовали а из-за чего ребятки из-за того что у нас быстрая зарядка когда аккумуляторы под поджариваются и так далее аккумуляторы бывают специально делают ну то есть появлялись такая появлялась такая информация что с обновлениями программного обеспечения замедлялась работа самого гаджета есть такое дело все-таки грешат наши производители скажу следующее мой ми макс 1 ему уже семь лет и до сих пор прекрасно работает но мы следим за ним холим его и лелеем вот это вот будет правильно и так мы рассмотрели моральное устаревание наших смартфонов хотя это не относится к моему аппарату продвигаемся далее по нашему видео следующий вопрос на который обязательно надо обратить внимание это проблемные провода и зарядные устройства лучше всего заряжать свои гаджеты именно от фирменных зарядок которые поставляются именно с вашим смартфоном по любому но возможно со временем но возможно со временем кабель или ваше зарядное устройство сломается или придет и его придется заменять и тогда вы заметите хорошую просадку по скорости заряда потому как не все кабели имеют хорошую токопроводимость то есть провода никакие медь никакая диаметр провода никакой соответственно ток хороший здесь уже не проходит вы заметили должны заметить что правильные дорогие провода имеют толстый довольно таки хорошую толстую оболочку толстые провода и очень заделка например разъемов правильные так далее когда вы заряжаете вы видите блин аппарат берет зарядочку долго не маринуется на зарядке значит только хорошо провода пропускают особенно быстрые протоколы у нас быстрые протоколы квик-черджи вот этот всем нужно правильные хорошие толстые провода по-любому сменное зарядное устройство может не поддерживать быстрый протокол и не выдавать ток и выдавать ток меньше заявленного что серьезно скажется именно на времени заряда вода вашего гаджета лучше конечно пользоваться только проверенными брендами если вы заметили снижение скорости заряда при замене зарядки нагрев самого провода и самого зарядного устройства особенно зарядное устройство у нас любит подогреваться то его обязательно следует заменить вот это вот правильно на теперь третий вопрос на что надо обратить внимание это слабый источник питания и так при подключении к любому источнику подходящему источнику питания ваш гаджет будет заряжаться но хватит ли ему на это мощности вот именно в источнику питания современные гаджеты с поддержкой быстрых протоколов просто не способны на заряд от старых usb разъемов компьютеров или ноутбуков а время заряда будет очень и очень большим опять играет роль следующее что многие источники питания просто не способны выдавать высокий ток и поддержите его длительное время для питания гаджета с поддержкой быстрых протоколов зарядки перегрев выход из строя и так далее просто не сможет просадка на проге будет просадка токов и так далее поэтому в данном случае поможет только использование фирменных зарядных устройств которые вы знаете знаете их устройство знаете их параметры и так далее качественных проводов обязательно или других источников энергии способных выдавать необходимые мощности то есть стационарные зарядные устройства особенно наши китайские друзья их начали начали последнее время выпускать довольно таки неплохо а просто на базаре вот эти вот устройства просто зарядки или стационарные зарядные станции например здесь просто на базаре брать не надо надо прийти поспрашать какие виды быстрых зарядок какие токи распределение токов по разъемам и так далее и тому подобное по весу надо определиться стационарочку например да даже и переносной блок питания зарядное устройство гораздо будет тяжелее если он будет качественный и так далее а если просто колхозный китайский он легенький непонятный перегревается и жужжит а больше не заряжает так что слабый источник питания это очень важный вопрос теперь четвертый вопрос на который надо обязательно обратить внимание это неисправный разъем питания на гаджете и на нашем шнуре даже при бережной эксплуатации в порт зарядки может попасть грязь семечки песок влага что станет угрозой для повреждения контактов они окисляются появляются микротрещины активность стираются особенно контакты эти при частном подключении становится причиной плохого контакта все это способствует увеличение время заряда и вовсе пропаданию его во время сильного износа что у нас обламывается не доходят если грязюка в разъеме не доходят так сказать до контакта ток хорошую же не идет перегрев получается в контактах и так далее наверное вы сталкивались такой проблемой когда заряд идет только в одном определенном положении подключенного коннектора есть такая штуковинка у наших многих зрителей это когда вот так вот пошевелишь работает а вот так вот не работает есть такое дело это свидетельствует о том что у нас нарушился нарушилась правила правильная работа разъема коннектора и нашего разъема восстановить данные данный разъем можно конечно но стоит учитывать что придется сдавать все это дело в сертифицированный сервисный центр и наши иначе вы можете лишиться гарантии а замена разъема питания скорее всего вам скажут что это не гарантийный случай она будет у нас не бесплатно хорошо если причина будет скрыта в плохом штекере его в принципе элементарно будет заменить а вот замена на самом аппарате это уже сложный ремонт и скажут что это не гарантийный случай и в любом случае раскрутит вас на баблосик ну а теперь пятый вопрос на который обязательно надо обращать внимание это поврежденный аккумулятор физический износ аккумулятора или его повреждение может служить может вам показывать именно длительная зарядка и очень быстрый разряд это вам говорит ребятки мы уже тут это кроме того можно заметить что смартфон будет увеличиваться в размерах это раздутие или вздутие аккумулятора появление на экране различных пятен таких интересных при воздействии на самом деле смартфон будут это пятно изменяться и так далее все это дело говорит именно косвенными признаками о ближайшей замене аккумулятора или или вообще смартфона целиком в целом так что вот такое дело кроме того поврежденный аккумулятор можно определить по значительному нагреву во время заряда и разряда есть такое дело вы просто начинаете замечать раньше телефон при зарядке сам не нагревался а теперь почему-то по протяжении на протяжении так сказать нескольких недель мы вы начинаете замечать что нагревается при во время зарядки сам телефон как сковорода при этом после 100 процентов заряда аккумулятор смартфона может проработать незначительное время и выключится мгновенно идет разряд и так далее это и значит что пора менять ваш аккумулятор как я уже и упоминал замена аккумулятора может быть не дешевой а для некоторых моделей можно даже не найти аккумулятор на замену так что будьте бдительны итак шестой вопрос варианты использования смартфона в принципе пора нам задуматься как вы используете свой смартфон в течение всего дня скорее все это активный серфинг в интернете игры прослушивание музыки и просмотр фильма все эти сценарии значительно нагружают процессора тот не жалеет наш аккумулятор и поедает заряд как итог быстрее разряд перегрев внутренних элементов с последующей деградации вашего аккумулятора для выхода из этой ситуации стоит пересмотреть сценарий использования вашего гаджета давайте больше времени смартфону на отдых чтобы он остыл не перегружайте его энергоемкими задачами и во время заряда место старайтесь проводить не переводить смартфон в режим полета подключайте все лишнее выключите экраны в режим полета он у вас будет более правильно заряжаться таким образом вы снизите нагрузку от фоновых приложений увеличите скорость заряда снизите нагрев элементов и аккумулятора вашего смартфона правильный вариант ну а теперь давайте обратим внимание именно на фоновые приложения на наших смартфонах мало кто контролирует количество установленных приложений на своем смартфоне тем более контроль не проводит за фоновым выполнением задач а на самом деле многие приложения не выключаются в фоне активно потребляют энергию нашего аккумулятора и это проявляется еще и во время заряда увеличением времени вот так вот современные операционные системы способны вычистить или вычислить таких паразитов например вся умки давно уже такая штука есть и предложить пользователю избавиться от охлебника работающего фоне а вот если у вас смартфон немножко старенький давно уже не обновлялся то для этих целей придется установить специальное программное обеспечение и вручную контролировать приложение пожирающая энергию вашего аккумулятора лучше всего время от времени самостоятельно контролировать установленные приложения и удалять которые не нужны на которые вы ни разу так сказать не заходили не нажимали и так далее или давно ими не пользовались система сама не даст удалить важные системные приложения и обезопасить себя от неопытного пользователя так что ничего страшного что удаляется удаляете а что не удаляется ну не надо пытаться этим заняться ну и по кончанию нашего видео восьмой пункт это обновление программное обеспечение и системы каждый уважающий себя производитель программного обеспечения постоянно поддерживает свое программное обеспечение в актуальном состоянии уносит изменения программный код оптимизирует уменьшает потребление энергии аккумуляторы так далее постоянное обновление системы и других программных продуктов позволяет снизить расход энергии вашего аккумулятора вашего гаджета но не Не всегда. Порой требуется откат на предыдущую версию, потому что бывает так наконфигурят, то приходится откатываться на предыдущую версию или вовсе удалять программы, чтобы избавиться от большого износа аккумулятора. Это бывает, особенно в последнее время, исправление ошибок ошибками. Случается это, конечно, крайне редко, так как большинство производителей тестирует свое программное обеспечение, прежде чем разослать пользователя. Но опять-таки говорю, в последнее время ошибки ошибками исправляют по-любому. Действительно, загадывать, сколько же проживет современный гаджет, довольно-таки сложно. Мой аппарат Xiaomi Mi Max 1 уже 7 лет проживает, как ни странно. В основном, уже, особенно в современных аппаратах, к концу гарантию вы будете испытывать, замечать нехватку уровня заряда аккумулятора. И все это будет связано с развитием технологии и частым использованием смартфона. А особенно частым использованием именно быстрых зарядок. У быстренных, супер-пупер, 120, 150, 200 ватт и так далее. Наши многие зрители нашего канала очень часто мы обсуждаем вот этого дела на наших стримах по воскресеньям в 10 часов утра. На радио-посиделках. Вот этот вопрос мы очень часто обсуждаем. Именно быстрая зарядка наших аккумуляторов. Скажу следующее, замена аккумулятора может выйти по стоимости в половину вашего нового гаджета. И это не означает, что смартфон будет так же долго работать и держать заряд в течение нескольких дней. Китайские аккумуляторы. Аккумуляторы, купленные непонятно где. Ремонт, произведенный в мастерской, тоже непонятно какой. Так что куча факторов. Куча факторов у нас имеется, которые влияют на качество работы нашего гаджета. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Продолжение следует...